лежу под деревом рядом с любимой техникой батя на солнышке загорает тепло пать но сегодня третий день у нас до первый день солнца жара уже самого утра стоит небо чистое голубое такое ну родители пойдут искупнуться я их друзья к большому сожалению нет потому что потому что я вчера на второй день все видели залез в бродик вода была очень холодная теперь я заболел меня температура 37 2 ну хотя сейчас мне получше стало вот сейчас в тени отлежусь может быть еще лучше станет ну факт в том то что мы все равно с батей сегодня съездим на квадрике прокатимся друзья смотрите приехали на речку и получается кто помнит в предыдущем году здесь был мост в этом году его нету охренеть просто просто офигеть какому что просто смотрели здесь вон все вон бревна вещь по унесло скорее всего течением у вас своротила все потому что мост старый ну видно что его не разбирали а что вырвало все это просто офигеть я реально шоке сейчас смотрите какое бешеное течение здесь бешеное течение и там глубоко еще как бы ну вот здесь вот в этом месте кстати если кто помнит здесь тоже проезжали здесь в принципе было не глубоко но точно так же как и там но сейчас здесь неизвестно что надо же на ту сторону переезжали катались на тебе кончилась дорога не покатаешься только когда течение вот это вот все уйдет когда здесь обмечает проехать можно будет было бы квадрика 23 что рисковать попер например если заглох или чё чтобы можно было выдернуть на вторым он может и все нормально ну просто риск неизвестными в тот раз проезжали здесь там очень глубоко мы бревно кидали с моста и она уходила а там был бродик ну там тоже местами камни такие крупные тоже опасного так и сейчас река грязнющая что дожди были полезешь на камень как налетишь такой если бы как квадрика 23 было можно рисковать и лезть и это а когда один такой себя делай сковать потому что можно зарюхаться и потом на себе его таскать тут смотрелись сюда мы на поворот реки пришли это уже суда она поворачивается и данная сторону инголя уходит как поднялась она здесь офигеть деревья вон какая-то глубина видно что утонули поворот идет уже там он уходит туда в сторону инголя да конечно этот год поражает абсолютно всем ну вот ребят посмотрите какая тут природа красота лепота еще делают люди вы просто посмотрите на это какие люди свиньи ну это просто звездец да тварь конченые пипец засирает вас сейчас же во дворе не будет никто так вываливать вон еще там внизу ну а тут видно это и куча уже может быть навалено было потому что это видно что старое старое уже все но все равно видно что это главное полностью так все чистенько природа и какой с один привезет и навалит всякого говна мы вот сегодня это как на озере отдыхали но первый день это было более-менее солнечно хорошо но ночь была очень холодно но приезжает вот думали нас пронесет в этом году приезжает но вот не побоюсь этого слова пидорасы вот конченые козлы вонючие такие которые приезжают не отдохнуть и оторваться но я понимаю там посидели около костра по горлопанили поорали там блять туда-сюда нет блять врубили музыку вечером сидели около костра тихо было а потом врубили музыку наверное в час наверно и до пяти утра до такая музыка если было бы пение атаку бубнила всю ночь всю ночь бубнила потом кричали блять купались орали блять под утро блять как свиньи по своим местам расплылись ягу вот такие люди они скорее всего как зоопарка вырываются и душу отводят потому что кричат матерятся это музыку отдыхают они называются вот такие вот гнилые мы раньше ездили было тихо потом какое-то время очень много приезжала гопоты вот по-другому них не назовешь это я вот считаю натуральная гопота которая они ушли купаться блять музыка орет все это и бубнит блять но нельзя что ли блять выключить днем слушай нет блять ночью но вечером я понимаю когда но когда вот такие блять твари это вообще просто свиньи никакого отдыха блять из-за них нет вот такая вот крутая гора вот это скорее всего тоже понавали на мусора просто уже старо заросло то что видно из-под этой кучи с той стороны и шифер и все торчит блять вот сейчас данил попробует съехать под эту камера то не показывать наверно какая крутизна здесь прямо так и едь тогда чуть-чуть взад а то промеж деревьев вот смотрите какая вот природа все чистенько хорошо блять это как вот просто ну ее можно загадить за раз вот если один привез вывалил второй привез а у нас же если не наше это значит ничьё все можно блять гадить в общем друзья приехали опять на и школе но в этот раз я уже с отцом и вода вот посмотри тут такая это тепленько тепленько вот просто вот ну по крайней мере сверху намного теплее чем даже теплее чем в этой маленькой речке офигеть вообще тепленькая вода и оно смотри такое большое далеко далеко идет ну озеро достаточно большое интересно вот просто сколько лет мы ездили а его с той дороги не видно и оттуда не видно но вот интересно это какого что никто не стоит здесь нет такого я нашел то озеро чисто по карте да так если не знаешь мы вот сколько лет ездили то что мы по той дороге с дороги не видно мы по этой не ездили там по верху едешь тоже не видно его там за лесом и сверху не отсюда не видно и она как влагу стоит со всех сторон и классненько такое озеро и это отсюда вот видно что она далеко уходит туда такое вот у нас видно озеро очень красивый бендюга наша палатка где мы с отцом спим пройдило вот волкодав тут пришел кости увидел остатки лежали у нас здесь пришел съел зажгли костер ребят сижу пока что один батя там по телефону разговаривает мамка куда-то ушла вместе с матвеем с мелким засранцем я пока один у костра сижу кайфовое тепло в общем друзья такая вот коротенькая серия получилась но я надеюсь она вам понравилась если так то поставьте лайк этому видео подпишитесь на канал а также поделитесь со своими друзьями ну и комментарии не забудьте какой нибудь написать у меня на этом все всем большое спасибо за просмотр всем удачи всем пока ребята удачи всем пока